Спонсорами настоящей программы являются друзья и партнёры Kingdom Connection. Сегодня у нас особый выпуск Kingdom Connection. Присоединяйтесь к Джетсону Франклину и послушайте два его необычайно сильных послания, записанных во время его нахождения в Святой Земле. Мы начинаем в Капернауме, где Иисус исцелил разбитого параличем, и продолжаем в Верхней Горнице в Иерусалиме, куда снизошёл Дух Святой Господа. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, что происходит, когда Иисус входит в дом. Я думаю, мы должны прославить Господа. Мы находимся сейчас прямо здесь, в Капернауме. Слава Господу! Мы рады приветствовать вас в Kingdom Connection. Мы обращаемся к вам, находясь сейчас в Святой Земле, а именно в городе Капернаум, где Иисус явил несколько Своих чудес. Это происходило именно здесь. На самом деле, как раз на этом месте была построена синагога много лет спустя, на одной вершине, где Иисус творил великие чудеса, о которых я хочу поговорить с вами, с теми, кто смотрит нас со всеми, кто находится здесь, на Святой Земле. Незримое присутствие Господа было с нами везде, где мы были. И я ощущаю Его присутствие сейчас. Я люблю это место в Капернауме. Здесь жил Иисус. Он входил сюда и выходил отсюда. Это место всегда было для меня чем-то особенным каждый раз. В особенности, это синагога, на руинах, в которой мы сейчас стоим. Потому что история напрямую связана с этим самым местом. Евангелие от Марка, глава 2, стихе 1, говорится, «Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме». Это несло благо. Благо, когда у вас есть церковь, куда входит Иисус. И Библия говорит, что было именно так. И в Послании говорится, «То час собрались многие, так что уже у дверей не было места. И Он говорил им Слово. И я хочу, чтобы вы представили себе Иисуса, стоя здесь, и увидели, как Он проповедует». И люди продолжают приходить. Они прибывают и прибывают. И в конце концов, в помещении не хватает места. И многие слушают Его из-за дверей. Когда мы основали церковь в штате Джорджия, мы начали с горсткой людей, но Иисус не зашел к нам в нашу церковь, в свободную часовню. Это было потрясающе. И церковь начала расти. И мы увеличили здание, разрушив заднюю стену, и добавили сотни стульев. И все равно здание не могло вместить всех людей. И тогда мы построили еще одно здание, и еще одно. И я восхваляю Господа. Ибо Он сказал мне, «До той поры, пока вы прибудете со мной, не будет дома достаточно большого, чтобы вместить всех, кто придет к вам». И я хочу сказать это каждому пастырю из тех, кто смотрит эту программу. Я хочу рассказать чудесную историю, описанную во второй главе Евангелия от Марка, когда Иисус стоял и произносил проповедь. Люди вокруг настолько хотели приблизиться к Нему, что начали разбирать крышу. Да, они стояли так же. Люди стояли вокруг стены, как и те, кто сейчас находится здесь со мной. Они стали разбирать крышу, чтобы опустить сквозь нее человека, разбитого параличем. И здесь я вижу чудеса, о которых собираюсь поведать вам. Библия рассказывает, что когда Иисус был в доме, множество людей сопралось вокруг, желающих попасть внутрь. Присутствие Иисуса означало большое ожидание. Не было такого, «О нет, Господи, мне придется идти в церковь». А наоборот, «Слава Господу, я иду в церковь». Это не страшно. То, что вы делаете, это не скучный религиозный ритуал. Иисус приносит жизнь в религию. Иисус несет воскрешение и силу. И когда Иисус присутствует в доме, приходят чудеса. Обратите внимание на второе. Что Он сделал? Библия говорит, Он проповедовал им. Иисус учил их. Но с Ним также была сила Господня, милостью которой Ему была дарована возможность исцелять. Он пришел, чтобы просто учить. Но присутствие Господня заполнило дом, то место, где мы стоим сейчас. И Бог присутствовал там. И сила Его была исцелительной. И так первым было ожидание, а следом было воззвание. Он начал проповедовать им слово. И после произошло нечто невероятное. И в Писании говорится, что после воззвания случилось единение. Я не могу научно доказать это в данный момент, но это моя проповедь, и я могу проводить ее так, как хочу. Я думаю, что один из тех четверых был баптистом, другой принадлежал к методистской церкви, третий был католиком, а четвертый, вполне возможно, присвятерянин. Возможно, в общей массе были и пятидесятники, но я в этом сомневаюсь. Я шучу. Я просто говорю о том, что они собрались все вместе. Мы должны быть вместе. Мы должны поверить в то, что Бог воплотился в тело Христа. Ибо далее происходит то, что когда Божьи люди собираются вместе, они прекращают борьбу. Они прекращают войны и разговоры о войнах и споры в стенах церкви. Когда присутствует ожидание прихода Иисуса в дом, когда происходит воззвание, и когда снисходит Дух Божий в тело человеческое, следующее, что происходит, это исцеление. В Библии говорится, когда они спустили разбитого параличем к Иисусу, Он сказал, «Прощаются тебе грехи твои. Все грехи твои прощаются тебе». Когда Иисус в доме, Он несет исцеление. Он говорит, «Я исцелю раны и язвы. Я освобождаю вас от бремени лет, которые вы потеряли, потратили на наркотики, провели в неудачном браке. Я освобожу вас от преследований алчущих врагов. Положу конец времени, которое вы потратили, бесцельно проживая свою жизнь. Он сказал, «Я избавлю вас от язв и угасания». И человек недвижимый был исцелен. Он сказал, что прощает сим грехи его. Но помните, когда у вас есть сила Господня спасать людей, когда эта сила выходит на свет, возникает конфронтация. Ибо фарисеи встали и заговорили, «Как может Он отпускать грехи? Как смеет Он поступать, будто у Него есть право прощать от имени Бога и возвращать людей в чистоту, какой был наделен Адам в момент создания?» Это богохульство. Каждый раз, когда Иисус в доме, вы будете свидетелями не только ожидания, воззвания и объединения, а также исцеления. Вы столкнетесь с конфронтацией. Каждый диалог на тему присутствия Иисуса будет немного конфронтальным. Это всегда будет вызывать спор. Всегда найдутся люди, которые будут этим недовольны. Знаете, я всегда воспринимаю это как комплимент. Если никто не обсуждает меня, это значит, что я не сделал ничего значимого. И знаете еще что? Если вы не сталкиваетесь с темными силами, то это означает то же самое. Дьявол никогда не нападет на отступающую армию, только на ту, что движется вперед. Так возрадуйтесь, если кто-то препятствует вам. Ибо в Библии сказано, когда враг пребудет подобно потопу, Святой Дух воздвигнет знамя против него. И я особенно хотел бы поговорить о том, о чем сказано в Писании после конфронтации. Я почти прошел через это. После конфронтации приходит проявление. Многие из вас сталкиваются с сопротивлением прямо сейчас, которое исходит от людей, ведомых и направляемых дьяволом, именно для того, чтобы остановить вас на пути к Богу. Но каждый раз я, испытывая такое сопротивление, встречая атаку и противодействие, приготовьтесь к тому, что приходит после, когда Иисус находится с вами. И помните, мы есть храм Божий, и когда Господь в нашем доме происходит его проявление. Иисус сказал тем, кто спорил с ним, есть Сын Человеческий, и есть у Него сила и власть прощать грехи. Встань, возьми свою постель и иди. Ты исцелен. И Библия затем говорит, что разбитый параличем встал, взял постель свою, и увидели все, что он исцелен. Его спустили через крышу на постели, но он встал, взял постель свою, и вышел через дверь. Многие из вас проходят через препятствия, но будьте готовы к проявлению силы Господа. И последнее, что я хочу сказать насчет этой истории, то, что Библия являет нам во второй главе Евангелия от Марка. Это особенно мне нравится. Библия говорит, и тот час же он встал, взял постель свою и пошел перед ними. И все изумлялись. И послушайте это. И прославляли Бога. И сказали, мы не видели никогда такого. Когда Иисус приходит в дом, это ожидание, провозглашение, восстановление, и, наконец, это проявление и прославление. Когда Иисус в доме, вы не сможете хранить молчание. В присутствии Иисуса вы больше не сможете быть теми слегка мертвыми и сухими христианами, которые сидят вокруг так, как будто находятся в могилах. И я знаю, что у нас все свои способы прославления, но прославление обязательно будет выражено, если Иисус входит в дом. Люди будут славить Иисуса. Они будут выражать свое почитание. И я хочу сегодня сказать всем тем, кто смотрит нашу программу, что Иисус может войти в ваш дом. Иисус, Исцелитель, может коснуться вас сегодня. Спаситель может излечить вас и помочь вам прямо сегодня. Он может освободить вас. Вы можете заново воскреснуть. Вам не нужно будет больше цепляться за свою зависимость от наркотиков и препаратов. Больше не будет безнадежности и отчаяния. Когда Иисус входит в дом, это слава новой жизни. И вы никогда после этого не станете прежним. Я хочу помолиться за вас прямо сейчас. Отец наш, святым именем Иисуса, на этом месте, где ты являл людям чудеса, на этом месте, где ты исцелял и возрождал к жизни и совершал невозможное. Я молюсь за тех, кто в беде. Я молюсь за тех, у кого, как говорят, нет никакой надежды. Но с Иисусом всегда есть надежда. Молю тебя, обрати свой взор на тех, кто смотрит нашу программу сегодня. Позволь Иисусу войти в дом каждого из них, в дом, где нет любви, в дом, где раздор и нет мира, где болезни и хвори, в дом, где в семье нет благополучия. Господи, в Твоей власти войти в каждый дом и принести помощь и исцеление. Господи, освободи их от рабства. Помоги страждущим. И мы восхваляем Тебя за это, Господи. Сейчас, прямо там, где вы находитесь, просто произнесите, Иисус, я принимаю Тебя, как Господа. Прямо сейчас, там, где вы смотрите эту программу, наберите номер, который вы видите на экране. Мы хотим молиться вместе с вами. Мы готовы помогать вам. Отправьте нам свою историю и откройте свою жизнь для благословения. Не забывайте, что бы вы не испытывали в своей жизни, Иисус рядом, Иисус с вами. И чем более велик Иисус в нас, тем более велик Он во всем мире. Прославим Господа прямо сейчас. Хвала Господу. И теперь, к конкурсу, когда Иисус в доме. Я хочу немного поговорить с вами о второй главе Деяний. Иисус был распят. Их надежды и мечты о новом царстве земном были разбиты в дребезги. Явитель чудес, открывающий глаза слепых, они увидели Его страдания и смерть. Они видели, как Он шел по улицам, по которым идете сейчас вы. Шел, неся свой крест, чтобы умереть на нем жесткой и мучительной смертью. И затем, три дня спустя, Иисус Христос воскрес из мертвых и дал им свои наставления. Идите в Иерусалим, соберитесь и пребывайте там, пока не снизойдет на вас сила Божия. И они собрались и пришли. 120 сил. Петр, Иаков, Иоанн, все другие ученики, и Мария, Мать Иисуса. Все собрались вместе. И Библия говорит, что они были единодушны, вместе и ожидали Господа. Я хочу рассказать вам вкратце одну историю. Это правдивая история, напечатанная в газете Лос-Анджелеса несколько месяцев назад. Были потрачены десятки, сотни тысяч долларов для того, чтобы нанять группу экспертов по загрязнению окружающей среды, чтобы провести исследование путей, решение проблемы загрязнения этого города. Дым был настолько густым, и загрязнение было настолько сильным, что они потратили огромные деньги, пытаясь понять, что мы вообще можем сделать с этим загрязнением. Наконец, наступил день, когда результаты всех исследований были собраны в один доклад, что имело большой резонанс в газетах и остальных СМИ. Все представители местной власти собрались в Лос-Анджелесе, и все они ожидали услышать мнение экспертов по поводу решения проблемы загрязнения города. Главный из команды экспертов встал и произнес, «Дамы и господа, уважаемые члены Совета и правления, также представители новостных агентств. Я знаю, какие огромные деньги были потрачены на поиск решения проблемой загрязнения Лос-Анджелеса. И, возможно, не следовало каким-то образом завуалировать мой ответ, чтобы он не звучал настолько резко». Но в тот час в газете «Лос-Анджелес Таймс» появились его дальнейшие слова. Он сказал, «Решения проблемы загрязнения в Лос-Анджелесе не существует». Затем он слегка заколебался, что и привлекло мое внимание. И согласно описанию этой встречи, он сказал тогда, «Что действительно могло бы нам помочь? Это ветер со всех сторон, который бы пронесся сквозь город и унес бы весь дым в сторону моря». Я хочу попросить вас вспомнить Ветхий Завет и то, что на протяжении 600 лет Господь не проронил ни слова. Поколение за поколением Бог хранил молчание. Настолько загрязнен был род человеческий. Он не посылал пророка. Он не произнес ни единого своего послания. Поколения рождались и умирали, не услышав живого Божьего Слова. Но затем появился Иисус. В Евангелии Атеана в 20 главе Иисус совершил нечто странное. Он собрал Своих учеников вместе на Тайной Вечере, и Он вдохнул в них новый дух. Он забрал греховное. Я верю, что это было начало того ветра, снизошедшего на церковь. А затем мы обращаемся к истории Вознесения, моменту воскрешения Иисуса. Он направляется на небеса. Он говорит Своим ученикам следовать в Верхнюю Горницу и ждать там до момента, пока они не наполнятся силой свыше. И затем Деяния, глава 2. Там говорится об этой истории. Деяния, глава 2, стих 1. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнился каждый из них Святым Духом. Начали говорить на иных языках, как Дух давал им просвещать. Знаете ли вы, что сделал этот ветер? Ветер дул в церковь, забирая вместе со своими порывами весь греховный яд, очищая и освящая все вокруг. Я пытаюсь сказать, что при крещении Святым Духом, когда ветер Господень наполняет вас, он имеет силу очищать вас от любой скверны. Внезапно, те, кто отрицал и не принимал Христа, после нахождения в горнице, в Иерусалиме, открыли свои души Иисусу. Симон Петр отрекался от Иисуса трижды, но после он был настолько преисполнен Святым Духом, что вышел на улицы и стал проповедовать с такой ревностью, что к нему немедленно присоединились три тысячи человек. Вот что случается, когда Святой Дух нисходит на человека. Святой Дух превращает обыкновенного человека в сосуд Господень. И еще кое-что о том ветре со всех сторон. Когда он стал дуть, проходя сквозь церковь, начали твориться чудеса. Сила свыше снизошла на церковь. Мы больше не являемся слабыми страдальцами. Вместо этого, чем более велик Иисус в нас, тем более велик Он во всем мире. И когда тот самый эксперт встал и произнес свои выводы относительно отчета, я бы желал в тот день присутствовать на этой встрече, чтобы напомнить ему, что тот самый ветер со всех сторон уже являлся в США в 1901 году. Церковь стала холодной, формальной и ритуальной. Но в 1901 году на западном побережье существовала маленькая улица под названием Асуза-стрит. Это произносится как A-Z-U-S-A. Я думаю, название несло в себе пророчество, как если бы Бог хотел излить Святой Дух от A до Z повсюду в США. Там, в Верхней Горнице, и сейчас вы можете пойти туда. Это территория и резервация до 312 милей. Я полагаю, что это улица Асуза-стрит в Калифорнии. Там кое-что произошло. В истории упоминается чернокожий человек, который, узнав о Святом Духе, выкрикивал, «Господь, пошли свою силу!» Говорят, он был столь скромен, что, когда вставал на молитву, то одевал на голову коробку из-под обуви, потому что не хотел, чтобы кто-либо восхвалял его. Он не хотел, чтобы люди смотрели на него и говорили, «Вот это Божий человек!» Но тот человек, чье имя было Байрон Сеймар, возвал к небу. Он не был наполнен Святым Духом, но он взывал Господу, «Господи, я прочел в деяниях о том ветре, которым Ты наполняешь людей, и они начинают говорить на других языках. Если написанное там о Тебе есть истина, я бы хотел ощутить то же самое, что и ученики Твои в той горнице». И сила Господня пролилась на ту маленькую улочку. Это был сарай. Это действительно был сарай. Из него, в конце концов, сделали дом. Его крыльцо прогнулось, потому что многие люди стали приходить туда. А потом они переместились в сарай. И вдруг пробуждение веры вспыхнуло в том сарае. И продолжалось три с половиной года, дни и ночи напролет. Газеты, такие как Лос-Анджелес Таймс, Нью-Йорк Таймс, вы можете самостоятельно поднять эти материалы, посылали своих репортеров, которые возвращались с удивительными вестями. Маленькие дети, восьми-девяти лет, начинали говорить на иврите, испанском, русском и других языках волей Божией. Маленькие дети. Я читал эти отчеты. Существует замечательная книга под названием «Словно бушующий ветер». Она написана репортером, который был послан туда, чтобы разоблачать и высмеивать. Но чем больше он проводил в их среде, тем более склонялся к ним и в конце концов принял обряд крещения. Он провел свои исследования и официально документировал факт, что люди говорили на 21 языке в течение одного служения. Он добавляет, что это были совершенно обычные люди, на которых снизошла сила Господня. Когда я читал то, что говорил тот эксперт, «Не существует решение для проблемы загрязнения Лос-Анджелеса», я хотел сказать ему, «Я знаю путь. Если вы последуете за мной на улицу Асуса-стрит, и если мы сможем вместе обрести эту силу, то мы сможем очистить Лос-Анджелес от преступности, от наркотиков, алкоголя, жестокости, в конце концов, от похоти, насилия, порнографии, проституции, я думаю, что то, что я пытаюсь сказать вам сейчас, уже витает в воздухе. Вам нужен этот ветер со всех сторон, не только для того, чтобы возродить город. Нам нужно возродить весь мир. И что еще более важно, нам нужна очищающая сила. Да, я чувствую в себе этот дух. Понимаете, Святой Дух, минутку, позвольте мне сказать это, Святой Дух не просто несет свежую силу, Он очищает нас, Он выметает из нас грязь, похоть, ложь, лицемерие, когда на вас нисходит Святой Дух. Он очищает вас и уносит всю грязь из вашей души. Он бросает грехи в море забвения, так чтобы воспоминания о прошедшем более не тревожили вас, и чтобы вы могли покинуть это место свободными и чистыми, наполненными Святым Духом от Господа, где не остается места для лукавого. О, как я желаю, чтобы Он послал нам этот ветер отныне и навсегда, отныне и навсегда. Говорите, взывайте, Господи, очисти меня, Господи, освободи меня, Господи, позволь Твоей силе пролиться на меня и очистить мой разум, мои мысли, дабы я стал сосудом для Духа Божьего. Я так долго шел не для того, чтобы сдаваться. Я так долго шел не для того, чтобы потерять Божью искру. Я так долго шел не для того, чтобы оступиться в поисках выхода. Я хочу, чтобы свежий ветер от Бога наполнил наши души этим вечером. чтобы Он забрал всю скверну, чтобы Он забрал все, что не от Иисуса. Очисти нас, Господи, во имя Святого Духа. Аллилуйя. Готовы ли вы протянуть свои руки к Раю? Эта программа была создана для вас друзьями и партнерами Джентезен Франклин Министерс. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт gentезенфранклин.org